Всем привет! Сегодня мы собрались на нашем канале для того, чтобы обсудить самостоятельное продвижение своего сайта. Да, мы будем говорить о самостоятельном SEO-продвижении своего ресурса. У вас есть свой бизнес, вы создали сайт, вы хотите его продвигать и у вас дилемма отдать сайт SEOшнику, отдать сайт SEO-студии или пытаться продвигать его самостоятельно. В первом случае, когда вы отдаете его SEO-специалисту, вы должны потратить время на поиск специалиста, посмотреть его отзывы, поинтересоваться, как он делал, кому он что продвигал, кого он продвигал и с высокой долей вероятности, скорее всего, подобный бизнес, как ваш, он вряд ли продвигал вообще. И значит вы, скорее всего, будете руководствоваться принципами, ну окей, значит у него есть хорошие отзывы, выберу его, посмотрите, постарайтесь заключить безопасную сделку на бирже и начнете, допустим, с этим фрилансером работать. Но про минусы работы с фрилансером Анатолий уже рассказывал в одном из своих видео. В первую очередь, это то, что этот фрилансер будет вынужден докупать специалистов или лукавить, экономить, допустим, заказывая более некачественные тексты и фактически сузим ваш контроль над процессом. В этом плане у вас есть серьезный минус, фактически, потому что на фрилансера вы не будете уповать, вряд ли он продвинет какой-то огромный проект самостоятельно. Почему? Потому что ему потребуются такие же специалисты, тот же программист, тот же копирайтер, тот же редактор, ему весь этот штат потребуется. И да, вы можете, конечно же, обратиться в студию, не обращаться, допустим, к фрилансеру, потому что вы явно понимаете, что у него ресурсы ограничены и на тот бюджет, который вы будете с ним торговаться, он вряд ли отработает. Можете обратиться в студию, где вам распишут детально бюджет по пунктам, да, мы так делаем, не спорю, распишут, что будет делаться и будут делаться по определенной стратегии. Но хорош студия чаще всего возьмет на себя только нормальный, небольшой список работ, которые она возьмет на себя. Да, есть SEO студии, которые специализируются одни на Scholarship Links, другие специализируются на guest posting, на гостевых постах, третья специализируется на контент-маркетинге, кто-то специализируется на привлечении платного трафика и увеличение brand awareness, это, как говорится, как-то называют в русском языке, это упоминание бренда. Мы специализируемся непосредственно на контент-маркетинге и на статейном продвижении, ну и частично, мы так сказали, взяли это недавно направление Scholarship Links. В этом случае студия вам предлагает уже готовые стратегии для продвижения, но редко студия возьмет часть работ, которые чаще всего нужно делать самостоятельно. И в этом видео я постараюсь рассказать про те работы, которые мы, как SEO Studio, рекомендуем, но никогда не берем на себя. И, может быть, эти же работы вы можете делать полностью сами и фактически продвинуть ваш молодой сайт в топ практически без определенных усилий. Да, усилия придется приложить. Первое усилие это досмотреть этот ролик до конца и, само собой, поработать над своим сайтом. Итак, поехали. Это наш урок по SEO продвижению самостоятельно. Итак, мы поговорим немножко вначале о цифрах. Почему SEO стоит всегда уделять внимание, а не только жить на одном контексте. В B2B сегменте, например, по исследованию Search Engine Land говорится о 51 проценте трафика, который является основным трафиком для получения продаж. И это SEO продвижение в B2B сегменте. Во-первых. Во-вторых, лиды, которые получаются из SEO продвижения, фактически успешно закрываются в B2B сегменте на 14,7 процентов. В то время как другие каналы не могут похвастаться такой результативности. Соответственно, занимаясь SEO продвижением самостоятельно, вы в первую очередь сможете сконцентрировать все свои усилия на прибыльных направлениях, сосредоточить контент направления на только тех материалах, которые вас интересуют, а не то, что хочет SEOшник. И в большинстве случаев вы в первую очередь продвинете те запросы, которые имеют коммерческую ценность, а не просто им представляют ценность для трафика. Да, если вы продвигаете свой сайт самостоятельно, большинство вещей вы создадите сами без указки SEO специалиста, просто потому что вы в них разбираетесь и знаете, что это выгодно. Поэтому первая причина, по которой SEO продвижение нужно самостоятельно учить владельцу бизнеса либо топ-менеджменту вашей компании. Во-первых, это расширяет ваш кругозор. Вы будете знать, что происходит с вашим сайтом, вы будете понимать, как это все устроено, поэтому сидеть как тот дедушка из мема известного не стоит. И я рекомендую в первую очередь сосредоточиться на изучении базовых основ SEO продвижения, таких как знать, что такое семантическое ядро, знать, что такое заголовки, знать, что такое битые ссылки. Большинство азов, которые мы рассказывали в прошлом видео SEO для новичков, нужно знать обязательно всем, даже неважно, если вы считаете, что это ваш не касается. Сайт это ваш магазин, магазин в сети интернет. Вы должны понимать, как он устроен, как в обычном магазине вы знаете про пожарную безопасность, про проводку, про все остальное. Вы должны про свой сайт знать то же самое на базовом уровне. Никто не должен вас учить класть эту проводку, нужно знать, что это такое и что с ним делать. Почему? Во-первых, вас не смогут просто так одурачить. Да, не все SEOшники честные. Многие любят дурачить, многие любят обманывать, говорить то, что они хотят услышать, говорить фразы, чтобы уводить их в сторону, чтобы лишь бы они платили деньги. Да, нужно знать основы. Клиентами, которые знают базовые основы SEO, гораздо проще работать. Во-вторых, потому что я могу с легкостью им рассказать, что происходит, где ошибки, показать им нюансы и мне не надо тратить время, например, мне как SEO-специалисту не нужно тратить время на объяснение прописных истин. В этом плане гораздо удобнее работать, когда клиент знает базу. Да и клиенту понятно проще, потому что когда с ним ведут диалог специалист, он не утонет в сложных терминах, а с легкостью поймет, что от него хотят. И конечно же третий момент, почему SEO стоит учить в первую очередь владельцу бизнеса, потому что расширяет кругозор. Это причина, что вы можете грамотно инвестировать свои средства в SEO-специалистов, например, нанимая SEO-специалиста себе в штат. Если вы разбираетесь в SEO-продвижении, вы с легкостью найдете себе SEO-специалиста на рынке труда, всего лишь проверяя его знания. Например, самый простой способ проверить SEO-специалиста, это HR-ам на заметку, задайте всего лишь несколько ему вопросов. Например, какие последние статьи по SEO он читал. Во-вторых, например, какие факторы ранжирования поисковых систем он знает. И третий момент, пускай расскажет, например, как правильно нужно подбирать семантическое ядро. Эти три вопроса фактически позволят вашему специалисту, SEO-специалиста отсеять на старте, потому что SEO-специалист в первую очередь должен читать свежую информацию, интересоваться блогами, назвать известных блогеров, которые существуют сейчас в интернет-среде. Ну и во-вторых, конечно же, он должен знать базовые знания, уметь пользоваться софтом, уметь анализировать сайты на ошибки. То, что я рассказывал, конечно же, в прошлом видео. Ну и конечно, почему стоит уделять SEO-продвижение самостоятельно, все усилия, это то, что вы сами капитан своего корабля, вы сами выбираете стратегию, вы сами выбираете какие товары вам продвигать. Никто другой не придет к вам и не будет продвигать те услуги, которые вам интересны. Вы сами выбираете на какие услуги сосредоточить усилия по контент-продвижению и в SEO-продвижении в целом. Ну и конечно же, следует понимать, что 75 процентов пользователей в сети, согласно исследованию Search Engine Land того же, считая, что 75 процентов пользователей переходят по запросам исключительно на SEO-выдачу и всего лишь около 30 процентов, 25, в одних исследованиях 30, переходят на контекстную рекламу и не могут ее отличить. Ну и конечно же, поговорим о минусах самостоятельного продвижения. В первую очередь, продвигая свой сайт самостоятельно, вы можете столкнуться с тем, что это отнимает уйму вашего времени. Если вы не делегируете работу никому из своих подчиненных, вы можете утонуть в этой работе. Яркий пример. Известный блогер Брайан Дин, самый известный SEO-блогер, изначально продвигал какой-то свой коммерческий сайт. Честно говоря, я даже не могу сказать какой. Он про это говорил в своих роликах. И он отдал это SEO-студии. Они ему просто несли чушь, сбрали его деньги и ничего не делали. Собственно, что он сделал? Начал изучать, как это работает и в итоге забросил свой бизнес и начал заниматься SEO-продвижением. В этом, кстати, есть определенный нюанс. Он был одним из первых, поэтому он сейчас лидер. Если вы попытаетесь провернуть тот же трюк, вы столкнетесь с тем, что уже есть Брайан Дин, уже есть Нейл Пателл и уже есть множество других ребят. То есть вы будете отставать от них. Поэтому он был в свое время первым и занял свою нишу. А до этого он свою нишу так продвинуть и не смог. Потому что это отнимало у него все время. Он фактически забросил свой бизнес, начал изучать SEO и это отняло все у него время. Вторая причина, с которой вы можете столкнуться с продвижением, это то, что создавать релевантный контент сложно. Без шуток сложно. Хорошую статью написать очень сложно. А написать статью, которая еще будет ранжироваться в 500 раз сложнее. Мы пробовали писать статьи, мы пробовали писать заметки, пробовали писать инструкции. Мы экспериментировали с разным вариантом контента и всего лишь в нескольких процентах случаев мы угадывали. Мы уже определили, какие виды контента работают, какие контента нет, как надо правильно его искать. Про стратегию, нашу стратегию, собственно, тонкого контента мы рассказывали. Вы можете о них посмотреть в наших прошлых роликах. Как это работает? Это простая стратегия, когда мы находим контент, который легче продвинуть, чем любой другой. То, что раньше говорили низкоконкурентные ключевые слова, так есть понятие низкоконкурентный контент. Но создавать свой контент это сложно. Нужно тратить время. Для того, чтобы написать хорошую статью, нужно потратить хорошо время специалиста, снабдить его картинками. Ее нужно прорисовать дизайнеру, верстальщику это все сверстать, фронт-энд-девелоперу, будем так говорить точно. И эта статья должна быть просто фактически произведением искусства и частью вашего сайта. Это не просто должна быть заполненная текстом, брошенная страничка где-то на вашем сайте. Как делают большинство клиентов, они просто пишут статьи, которые никто не хочет читать. Если вы хотите, чтобы ваш контент продвигался, вы должны делать так, чтобы вы могли его показать клиенту и клиент дочитал ее до конца. Если же это не происходит, ваши статьи мусор, вы можете их все просто удалять, либо если там хороший контент, переписывать, добавляя графику и верстку. Ну и конечно же, как говорил Ленин, надо учиться, учиться, учиться. Это правда, если у вас очень низкий уровень SEO знаний, вы можете еще и навредить. Вы можете взять стратегию, которая работала несколько лет назад, внедрить на свой сайт, не знать, что эта стратегия уже не работает, как например известная стратегия с поддоминами, когда делается на каждый город отдельный поддомин и люди внедряют это, в итоге поддомины практически не ранжируются. Яркий пример, я покажу один из сайтов, просто найденный сайт в Ахревс, закину его позиции, покажу позиции в Гугле, покажу позиции в Яндексе. В Гугле поддомины не ранжируются вообще, они попросту склеены, в то время как в Яндексе они еще кое-как ранжируются, но уже практически нет. При запросе фактически выдается уже главный домин. Это устаревшая стратегия, я про это скорее всего остановлюсь в наших подкастах, расскажу про это более подробно. Подкасты ссылочка в описании, так что не забудьте подписаться на нас. И вот, и эти поддомины на самом деле это одна из устаревших стратегий, поэтому вы можете применить любую устаревшую стратегию, допустим закупить себе PBN там с какого-то агентства, либо найти продавцов PBN ссылок, сделать себе там сетки, то есть партнерские сетки, но не факт, что эти стратегии сработают на вас. Более того, из-за того, что вы не знаете, что эти стратегии уже не работают, вы потратите деньги, а возможно еще и навредите своему ресурсу. Ну и конечно самая главная причина, с которой вы можете столкнуться как проблемы, это высокая конкуренция в вашей сфере бизнеса. Яркий пример, попытайтесь создать свой интернет магазин, который продает, к примеру, айфоны, просто айфоны. Вы попытаетесь выйти на рынок с хорошей ценой, с неплохим сайтом и вы поймете, что вы один из тысяч продавцов, которые есть уже на рынке. То есть, есть понятие низкоконкурентная ниша и высококонкурентная ниша. Так, у меня есть клиент, который занимается продажей автозапчастей. Мы ему конечно делаем контекстную рекламу, а не SEO, но даже на примере этой контекстной рекламы мы столкнулись, что в каких-то лесках там в Краснодаре получается брать очень дешево трафик, в то время как в Питере мы покупаем трафик, но он практически не дает конверсии. Причина простая, это конкуренция. SEO точно так же. Вы будете продвигаться, допустим, в каком-то маленьком городе, там в Белгороде, например, или там в Кировограде будете продвигать свой бизнес. Вы там с легкостью можете занять топ в силу, потому что там даже на выдачу всего лишь 10 мест, там просто может не отказаться конкурентам. В то время как попытаетесь зайти в крупный город, тот же Киев, тот же Москва, тот же Питер и вы столкнетесь с тем, что ниша уже заполнена ваша и вы появитесь где-то на 30, на 40 строчке. Фактически вас пользователи могут и не узнать. Как же тут быть? Конечно же, об этом мы поговорим дальше. Итак, наш первый шаг. У нас есть сайт и нам нужно его продвигать самостоятельно. В первую очередь давайте мы с вами соберем семантическое ядро для вашего ресурса. Конечно же вы сначала должны определиться, чем вы занимаетесь. Опишите все ваши услуги либо все товары, которые вы продаете. Например, мы возьмем сейчас сложную схему. Мы возьмем интернет-магазин. Как это работает? В первую очередь вы берете товарную матрицу. Товарная матрица это все товары, которые вы продаете. Условно говоря, как это ячейки большой матрицы. Ее таки называют товарная матрица. Теперь попробуйте каждую ячейку поделить по категориям. Категории, которые вы их разделите, это будут ваши категории в SEO-продвижении. Учтите, есть категории, допустим, одного уровня, например, холодильники, к примеру, есть стиральные машины. Есть категории по бренду, допустим, по производителю. Это категории, допустим, холодильники Siemens, холодильники Indesit, холодильники Beko и тому подобное. И, соответственно, стиральная машина точно также делится и тому подобные товары. И еще сегментация вашей товарной матрицы будет реализована по техническим характеристикам, по определенной загрузке, по определенным весу, по объемам его и так далее. Как же правильно рассегментировать свою товарную матрицу? Есть два способа. В первую очередь, это сегментация по сайтам конкурентов. Вы можете посмотреть, как конкуренты сегментируют свою продукцию, которую выставляют, и фактически взять от у них. Берите тех конкурентов, которые находятся в топе. Вторая идея, как сегментировать свою товарную матрицу, конечно же, это посмотри, как это реализовано на сайте производителей. Да, если вы не производитель сами товаров, а просто дилер, возьмите так, как оно реализовано у него и постарайтесь адаптировать его структуру. Если же у вас мульти-брендовый магазин, то, понятно, нужно добавить везде фильтр бренд. С точки зрения программы, вам нужно будет вашу товарную матрицу адаптировать в виде технических характеристик и присвоить им теги. Мы раньше это делали вручную, сейчас это есть автоматически во многих CMS. Да, CMS типа OpenCart, Shopify, тот же Bittrex предлагают, Salesforce тот же предлагает все это внутри своей системы. То есть фактически вам нужен грамотный программист, чтобы сегментировать товарную матрицу в виде отдельных ячеек фильтров и затем нужно реализовать эти фильтры. По поводу SEO-реализации этих фильтров я рассказывал в одной из своих статей, ссылочка будет в описании, рекомендую обязательно ее прочесть. Если вы интернет-магазин, обязательно к прочтению эта статья. Ваша товарная матрица это ваше семантическое ядро. Вот как вы нарезали ваши товары, это и есть те ключи, которые вам нужны. Во-первых, нужен ключ названия товара под каждое название товара, во-вторых, нужен ключ под название рубрики и в-третьих, нужны ключи названия рубрики и фильтр под рубрики, которые вы выбрали. Перебрать все эти ключи можно с легкостью в Wordstat, либо в планировщике ключевых слов. Отсортируйте самые трафиковые разделы, постарайтесь их расположить повыше. Почему повыше? Потому что пользователи кликают в первую очередь всегда то, что находится выше. Есть так называемая кривая тепловой карты и мы всегда читаем Z-образно, мы читаем вот так и получается, когда мы кликаем, мы смотрим визуально по горизонтали и вот так идем вниз. Все, что находится гораздо ниже, мы даже не можем и не увидеть и не прочитать. Поэтому самые трафиковые разделы располагайте выше, даже если они могут быть не совсем коммерчески значимыми, а более коммерчески может находиться ниже. Все равно постарайтесь расположить первые два-три раздела вверху, которые имеют максимальный трафик. Зачем это нужно? Конечно же для удержания пользователя, потому что если пользователь попадает в магазин и его интересуют стиралки, а он стиралки где-то на пятом месте, он понимает, что стиралки это ваш не основной бизнес и скорее всего он уйдет. Да, здесь нужно лукавить, хоть вы можете специализироваться на, допустим, посудомоечных машинах. Теперь, если мы поговорили про интернет-магазины, где нужно создавать большую товарную матрицу и сегментировать все по семантике, то с сайтами услуг не все так однозначно. Если же вы занимаетесь определенным видом услуг, например, вы даете загранпаспорта или помогаете оформить военный билет, все что из этой сферы, допустим, делаете какую-то разную услугу или юридические консультации оказываете, вы вроде бы подумаете, что на самом деле можно собрать обширную семантику, сегментировать ее и под каждую создать страницу. И здесь вас ждет, конечно, подвох. Вы можете действительно так сделать, но вы можете запутать пользователя, потому что вы можете создать абсолютно похожие страницы с одинаковым контентом. К чему это приведет? Эти странички будут, вероятно, склеены. Вы должны учитывать, что контент на 80 процентов не должен совпадать между страницами. И это очень сложно сделать, если у вас фактически одинаковые страницы, отличающиеся только заголовком. Это же страницы услуг, они как лендинги. Они выглядят как классические лендинг страницы, которые имеют в себе продающий контент, описание своих услуг, ответы и вопросы и все. И кнопочки, конечно же, чтобы вам как-то заказали. Как продвигать такие страницы? В первую очередь, постарайтесь сегментировать страницы по целевой аудитории. Если аудитория приходит конкретно за военным билетом, эта страничка будет военного билета. Если аудитория приходит за белым билетом, это будет страничка от белого билета. Не создавайте кучу подвидов страниц для услуг, иначе вы их запутаете. Например, если вы там занимаетесь ремонтом скважин, есть ремонт услуга, есть очистка, есть установка. Если они как-то делятся и это разные клиенты, допустим, кто заказывает разные услуги, то тогда делайте разные страницы. Если по факту услуга одна и та же, но просто семантически это разделено, потому что по-другому называется, делайте одну страницу, но в которой соедините этот контент. Учтите все варианты поисковых запросов. Что же делать тогда, как как использовать все остальные ключи, которые никуда не влезли? Конечно же в блог. В первую очередь сайты услуг должны хорошо продвигаться за счет блога. Блог нужно создавать по системе ответы на вопросы. Постарайтесь изложить по оставшимся ключам контент на вопросы пользователей. Подберите под каждый запрос самые часто задаваемые вопросы и постарайтесь на них ответить. Во-первых, во-вторых, постарайтесь описать пошагово весь процесс работ, который вы оказываете. Большая часть клиентов интересуется, что я получу за ваши деньги и распишите, расскажите, что вы делаете. Ну и конечно третье, все оставшиеся ключи используйте для контент-стратегии, о которой мы поговорим дальше. Итак, короткий гайд, как искать ключевые слова самостоятельно для вашего бизнеса. В первую очередь это касается как интернет-магазина, так сайта услуг. В первую очередь постарайтесь задать вопрос, а как бы искал вас пользователей? Например, тот, кто занимается косметологическими услугами, косметологические услуги. Но вы можете быть шокированы, что так люди не ищут. Они ищут обычно косметолог услуги косметолога. Или, например, вы там делаете уколы ботокса, а на самом деле ищут уколы красоты. В первую очередь обратите внимание, как вас могут правильно искать. Вы можете быть очень удивлены, но пользователи вас ищут не так, как обычно может даже и называться товар. И есть с этим определенные нюансы в каждой нише бизнеса. Для того, чтобы проверить это, соберите Brainstorm группу и попытайтесь заставить пользователей при помощи поисковых запросов найти всех ваших конкурентов по основным запросам. И соберите именно запросы, как они искали, а не конкурентов, которых они нашли. Это первый шаг для того, чтобы определить основные поисковые запросы, как они будут искать ваши услуги. Второй конечно способ, это если вы той же Brainstorm группе дадите задачу описать ваши услуги. Попытайтесь дать им задачу описать при помощи тезисов, чем вы конкретно занимаетесь, какой спектр товаров и услуг вы продаете, какие услуги вы оказываете. Выпишите это все в некую майндкарту и попытайтесь структурировать эти данные. После того, как вы выбрали основные запросы, которые вас интересуют, ваша задача сгенерировать больше поисковых подсказок. Для этого можно пользоваться различными сервисами. Тот же Serpstat, тот же Arefs или Ahrefs и также другие сервисы, например, Answer the Public отлично помогает, ну и тот же Arefs. Соберите все слова, все запросы, все поисковые запросы, связанные с вашим бизнесом в один большой файл. И обязательно соберите их частоту. Можно пользоваться различными сервисами, я пользуюсь кей-коллектором, кто-то может пользоваться тем же словоебом и другими софтинками. Это уже ваши предпочтения. Соберите все слова воедино. После того, как вы их все собрали, ваша задача, конечно же, собрать основные метрики. В SEO важны две метрики. Первая это частота запроса, вторая его конкуренция. Если частоту запроса померить достаточно просто, большинство сервисов выдает частоту, то с конкуренцией, конечно же, тут посложнее. И здесь есть разные варианты ухищрений. Можно, конечно же, купить подписку на Ahrefs и скачать KD Keyword Difficulty непосредственно у них по API. API можно присвоить там любой софт, любую программу. Тоже KeyCollector понимает Ahrefs API и качнуть оттуда. Этот показатель вам пригодится. Если же у вас его нет, вы можете снять метрики вручную в том же KeyCollector и рассчитать конкуренцию ключевого слова. Это взяв квадрат частоты. Да, частоту умножить на частоту и разделить, конечно же, на количество документов в сети по этому запросу. Но здесь нужно быть немножко более осторожным. Когда снимать документы, нужно обязательно учитывать фразовое соответствие. Итак, поехали. Конкуренцию и частоту вы взяли. Затем отсортируйте ваши ключевые слова по этим показателям. Оставьте самые частотные сверху, самые низкочастотные внизу и те, которые имеют высокую конкуренцию, пометьте так, потому что мы их в основном для продвижения использовать не будем. Итак, вы собрали ключевые слова, собрали трафик. Теперь нужно их, конечно же, распределить по страницам. У вас есть проект вашего сайта, который вы создали, вероятно, с вашим маркетологом, посмотрев на всех конкурентов, собрав ту же товарную матрицу, если ты интернет-магазин или сайт услуг, прописав все ваши услуги. Учтите, проект сайта, это главное. Вы должны прописать четко все ваши услуги и все ваши товары, с которыми вы будете заниматься. Теперь ждет вас очень трудоемкая работа. Ваша задача для всех проектов страниц, которые вы задумали, распределить слова из общего пула. Соответственно, если вы берете отдельные слова из этого пула, они не повторяются на других страницах. На это нужно учесть. Конечно же, можно кластеризовать слова непосредственно в Excel. Каждый раз присваивая, допустим, в соседней колонке будущее имя страницы и так перебрать все слова, пока не останется фактически ничего, либо останется мусор, который никуда не нужен. Соответственно, выбрав нужные слова для страниц, вы в принципе уже собрали семантику. Вуаля. Да, средств может быть огромное количество, поэтому может занять довольно продолжительное время сбор семантики, если у вас огромный сайт. Если же вы этого не знаете как делать, вам в Excel трудно, вы можете пользоваться различными сервисами. Например, в KeyCollector можно с легкостью разбивать большие пулы запросов просто по фразам. Вы можете отсегментировать конкретные фразы, раскидать их по группам и это будет очень удобно. Аналогично можно воспользоваться даже нашим кластеризатором, который определит самые интересные кластеры. Вы просто пометите галочками нужные вас кластеры, сохраните себе результат, а остальной пул запросов оставите на потом. Ну и конечно же у вас может стоять задача, а как же оптимизировать страницы под поисковые запросы? Вот вроде бы задача простая. Мы можем ее наполнить этими запросами, накидать их. Но помните, эта практика фактически умерла десятилетия назад. Она называлась Keyword Staffing. Это фактически заключается в том, что вы писали какой-то текст, который просто содержит нужные ключевые слова. Сейчас это не работает. По статистике Google научился определять синонимы. Яндекс начинает активно бороться с Keyword Staffing. Это фактически называется переоптимизацией и Baden-Baden, такие соответствующие фильтры. Поэтому текст нужно писать естественно. Ну конечно же не забывать про ключевые слова. Самые трафиковые ключевые слова вы должны использовать как заголовок. То есть если вы выбрали заголовок, вы должны учесть основные первую тройку ключей, которые входят в вашу страницу, которую вы подобрали. Учесть в заголовках и в подзаголовках. И конечно же в определении. Да, на каждой странице оно должно начинаться кое-как с определения, допустим. Если вы продаете какую-то услугу, напишите, что это за услуга, что она дает, зачем она нужна. Напишите определение своими словами. Не воруйте в Википедии, не воруйте нигде. Напишите, как вы считаете это нужно, учтя все варианты ключевых запросов, которые могут спросить пользователи с сопутствующими. Да, учитывайте синонимы, учитывайте схожие запросы с тематикой. Не просто пишите в тупую, вставляя слова. Есть один трюк по наполнению ключевыми словами конечно же вашей страницы. Он работает. Он заключается в том, что вы должны хотя бы одно слово из фразы постараться использовать в контексте. В контексте вашего записи. То есть если же, например, вы берете, допустим, из собранных двух десятков запросов выбрали трафиковых десяток, то разбив эти фразы по словам, каждое слово вы должны вставить как-то в текст. Обыграть конечно же это в предложении. Можно использовать обыгрывание списки, можно использовать просто каждый раз отдельный абзац на каждый пункт. Как угодно. Главное, чтобы это читалось и было естественно. Итак, мы определились со страницами и с запросами. Что нужно делать самостоятельно в первую очередь? Саби. Итак, мы определились со страницами и с запросами. У нас есть фактически задание копирайтеру, которое нужно будет написать, либо самому сидеть писать. И конечно же нужно придумать заголовки. Заголовок тот, который введен пользователю и заголовок, который отображается в верхней вот этой страничке. Это title, который нужно прописать. SEO title это фактически то, что мы видим в поисковой выдаче, когда вбиваем любой поисковый запрос. И от title зависит кликабельность вашего SEO продвижения. Title посвящали мы не одну статью и не один ролик. Про title мы рассказывали даже на известных изданиях. И мы создали даже уникальный инструмент, который определяет качество title, что очень классно, потому что вы можете проверить ваш title и сказать он хороший или плохой. По крайней мере эту цель мы преследовали. Когда вы используете наш инструмент для оценки качества title, вы можете быть уверены в том, что вы напишите его привлекательным. Title конечно же должен содержать основные ключевые слова из собранной семантики. Основные это я имею ввиду те, которые имеют максимальный трафик, среднюю конкуренцию и максимально относятся к вашей странице. Конечно же вы можете подумать, ух ты, я работаю допустим на разных городах, значит и под каждый город должен создать свою страницу. Неправильно. Если же услуга одна и та же и вы работаете допустим на всю страну, не нужно создавать разные страницы, в которых будет просто отличаться город. Я про правила совпадения контента говорил уже чуть чуть раньше. Google прекрасно адаптирует запросы под вашу страну, под ваш регион. То есть если например вы работаете на всю страну и покрываете всю страну, не нужно создавать отдельные страницы, учитывая каждый город в запросе. Это первое. Второе. Когда вы пишете контент, избегайте больших слов. Если вы может хотите сказать там невыразительный, скажите слабый. Не пишите огромные слова. Поисковики не любят большие слова, также их не любят пользователи. Старайтесь писать простым языком, так чтобы это было понятно. Учтите большинство аудиторий, конечно же в вашей сфере, не всегда являются там гениями или Эйнштейнами. Старайтесь писать просто. Третье. Старайтесь всегда использовать визуализацию. Используйте жирный шрифт, где вам нужен, например, для заголовков, для определений. Используйте курсив, например, для цитат. И обязательно используйте списки, если вы хотите перечислить что-либо. Не через запятую, лучше сделайте списком. Ну и, конечно же, снабжайте любой контент, который у вас есть на сайте графикой, мультимедиа, видеоконтентом. Почему? Потому что пользователю, если интересно, он кликнет и посмотрит. А ему нужно удерживать на странице. Удержание на странице пользователя это важный фактор ранжирования. Следующим пунктом будет использование нормальных человекопонятных урлов или их называют ЧПУ. Не путают с обработкой древесины. ЧПУ урлы это те урлы, когда вы просто по самой ссылке понимаете, о чем она, куда вы попали, на какую страницу. Урлы формата следующего не интересны пользователю и обычно редко открываются, в то время как ЧПУ урлы гораздо интереснее и люди уже понимают, куда они попали и что это за страница, даже просто по поисковой выдаче. Конечно же не у всех выводится урл непосредственно поисковой выдачи. Иногда выводится так называемая микроразметка. Микроразметка, мы поговорим о ней дальше. Я про нее остановлюсь, может быть даже отдельно в подкастах, скажу насколько она важна. Она позволяет персонализировать выдачу так, чтобы пользователь понимал на какую страницу он вероятно попадет. Итак, мы сделали хорошую страничку, мы подобрали качественный тайтл, использовали мощные слова, увеличили кликабельность этого тайтла, заполнили страничку контентом, но по факту у нас сайт имеет что-то вроде дерева, где к главной странице прикреплены все остальные странички. Что нужно делать дальше? Следующее действие, которое нужно делать, это называется перелинковка. Яркий пример. Ваши некоторые странички, возможно, никогда не привлекут внешние ссылки. Ваши странички, вероятно, никогда не привлекут трафик. Возможно, 80 процентов страничек трафик не будет получать практически с органики вообще. При этом всего лишь какая-то пара-тройка страниц будет грести весь органический трафик. Как же тут быть? Конечно же, нужно делать перелинковку. Возьмите те страницы, которые, вероятно, у вас заняли хорошие позиции, имеют хороший органический трафик. Это легко посмотреть в поисковой консоли Google, вебмастер Яндекс. Изучите контент на них, найдите в них определения, которые соотносятся с вашими страницами. То есть где-то в тексте, если упоминается заголовок другой страницы вашего сайта, обязательно сделайте перелинковку на ту страницу, если вам нужно ее продвигать. Конечно же, если у вас там полезный контент, сделайте это на самых полезных страницах в первую очередь. Зачем это нужно? Таким образом, вы передадите вес со страницы, которая занимает высокие позиции на те странички, которые высокие позиции не занимают. Суть перелинковки сводится всего лишь этому. Конечно же, есть перелинковка за счет каталога, есть перелинковка в шапке сайта, есть перелинковка в подвале на полезной странице, но если вы видите, что у вас страница блога забирает весь трафик, помогите ей и перелинкуйте важные разделы контента на другие страницы. Если по ним будут переходить, вес слабых страниц резко вырастет и вам не надо будет никакой seo-шник. Ну и конечно же, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда у вас оказались несколько страниц заточены под один поисковый запрос и не та страница вылезла в топ. Как тут быть? В первую очередь, как это проверить? Если использовать поисковый оператор сайт двоеточие ваш сайт и в кавычках поисковый запрос, вы в поиске увидите, какая страница занимает позицию выше, а какая ниже. Если вы видите, что вверху находится ненужная страница, значит вероятно контент на этой странице нужно переписать. Конечно же, иногда оказывается такая ситуация, что нужная страница находится внизу, верхняя страница заняла позиции, на нее есть внешние ссылки. Тут такой ситуации, я рекомендую наоборот убить ненужную страницу слабую и переписать верхнюю, то есть расширить верхнюю. Но если же ваша цель действительно избавиться от этого эффекта, его еще называют каннибализация, то если вы видите такую картину, когда вторым местом идет нужная страница, на первом месте какая-то статья, если эта статья вам не нужна или эта страница вам не нужна, сделайте просто редирект с этой страницы, которая нерелевантная, на релевантную и убейте дубль. Да, есть понятие дубли по контенту, есть дубли по тайтлам, есть дубли по URL, хотя дубли по URL обычно поисковик не воспринимает, но есть это дубли по контенту. Старайтесь не писать контент под дублирующие ключи, поэтому на первом этапе, когда вы распределяли семантику, я про это сковорался вам напоминать. Тайтлы должны быть уникальными и конечно же зависят исключительно от распределенной семантики. Ну и мы переходим конечно же к техническим ошибкам, которые могут быть на вашем сайте. Сейчас проверить сайт может любой желающий, для этого не нужно иметь SEO специалиста. Если у вас есть браузер Chrome, нажмите Shift-Ctrl-I, выберите аудит страницы и проведите его. Затем передайте результаты вашему программисту и пускай он исправит. Так можно пройтись по каждой странице, выловить ее все ошибки и передать все, что является критичным вашему программисту. Я не буду здесь распыляться какие SEO ошибки бывают в непосредственно технической части. Их может быть огромное количество связанных с скоростью загрузки, с мобильной версии. Про это я рассказывал в огромном видео, которое называется технический аудит сайта. Каждый может его посмотреть, каждый может сделать себе свой технический аудит сайта самостоятельно. Это на самом деле не проблема. То есть фактически сейчас проверить свой сайт на ошибки можно не обращаясь к SEO специалисту. То есть фактически бесплатно. Да, я лукавлю не совсем бесплатно. Например программа SEO PowerSuite стоит конечно своих денег. Тот же веб-сайт аудитор стоит тоже своих денег. Их нужно покупать, пользоваться ними. Возможно если у вас один сайт, возможно в этом не совсем рентабельно. Но и вы можете заказать сканирование вашего ресурса на платных сервисах и потом уже заниматься их исправлениями. Поэтому техническая часть на самом деле это то что нужно делать сразу как только сайт выкатили. Исправить все ошибки и проверить его индексацию. Это можно сделать в веб-мастере google. Посмотреть как карту сайта съел веб-мастер google и тот же веб-мастер яндекс. Как у вас прописан робот, не блокируются ли у вас страницы. Это более сложная тематика. Я считаю что вот то что касается технической части я рассказал в своем ролике. Посмотрите его обязательно. Там более чем детально я рассказывал какие ошибки мы анализируем при техническом аудите. Ну и конечно же как нужно продвигать свой сайт самостоятельно это конечно же делать ссылки. Ссылки можно делать самостоятельно следующими методами. В первую очередь зарегистрируйтесь в google мой бизнес. Для этого нужно просто зайти в google мой бизнес и создать себе бизнес страницу и добавить себя непосредственно на карты. Если у вас локальный бизнес либо не добавлять на карту на создать страничку бренда и если у вас бизнес связанный на всю страну. После этого как вы создали себе брендовый аккаунт из этого аккаунта создайте youtube канал. Да не создавайте его на личных аккаунтах а именно так если вы его сделаете у вас не будет проблем туда добавить всех ответственных лиц за этот youtube канал которые будут его продвигать. Почему? Потому что самая большая проблема когда создают youtube канал на частной почте и потом не могут передать доступ допустим людям которые будут его продвигать. Бизнес канал создается через google мой бизнес и это очень просто. Да если вас заинтересует как это сделать обязательно напишите мне в комментариях я постараюсь вам это рассказать. Расскажу скорее всего в виде формата статьи потому что нужно много скриншотов. Это первое. Второе для того чтобы продвигаться в яндексе нужно добавить себя в яндекс справочник. Система аналогичная но яндекс справочник обязательно требует прописывания вашего физического адреса юридически либо физически чтобы это ни было яндекс справочник это обязательный метод добавления себя в свой бизнес. Без этого практически продвинуться в яндексе невозможно поэтому да будьте добры юридический адрес укажите в яндекс справочнике. Вы можете не показываться на картах либо показываться ваш офис но вы должны там быть. Следующие ссылки которые нужно добавить на свой сайт это ссылки которые мы возьмем у конкурентов. Пройдитесь по вашим конкурентам. Посмотрите на каких справочниках они зарегистрированы. Посмотрите на каких сайтах они разместили о себе информацию. Для этого можно просто изучить их ссылки и посмотреть где они размещены. Как найти упоминание любого бренда вбейте название компании слово каталог и посмотрите где они есть. Это легко в поиске выловить эти ссылки и затем просто зайти и зарегистрироваться там же. Следующим методом как получать простейшие ссылки это конечно же зайти на тематические форумы зарегистрировать себе там свои аккаунты прописать себе ссылку профиля непосредственно в аккаунте ну и конечно же на этом форуме активненько жить общаться и иногда цитировать себя в виде контента на свой ресурс. Это довольно сложная трудоемкая работа но она имеет в определенных нишах свой успех. Да обязательно в определенных нишах. Помните что не всегда это может быть форум это может быть паблик в соцсетях но это нужно сделать. Следующие ссылки которым нужно будет получить поставить на себя это конечно же ссылки с бизнес соцсетей бизнес соцсетей. Создайте себе профиль в фейсбуке, создайте себе профиль в контакте в одноклассниках где угодно. Бизнес профиль обязательно бизнес страница. Страница вашего бизнеса должна присутствовать во всех этих соцсетях. Зарезервируйте застолбите за собой место за удобным красивым логином и обязательно пропишите ссылку на профиль. Многие говорят что эти ссылки не ранжируются но у меня есть большое подозрение что если с них идет трафик они все-таки передают опосредованный вес. Конечно же следующим этапом будет поиск так называемых ответов из баз знаний. Попытайтесь найти самые популярные вопросы в вашем бизнесе на каких-то известных ресурсах. В Америке это Quora, Reddit, в наших сферах это ну там ответы Mail.ru либо другие сайты которые часто принимают вопросы-ответы. Это могут быть тоже что-то подобие форумов. Постарайтесь на этих площадках разместить информацию о себе. Зарегистрируйтесь и отвечайте в виде ссылок на свой контент. Не на главную, а именно на контент. Поэтому как я говорил контент нужно сначала создать, а потом его продвигать. Не наоборот. Если к нам приходит сайт на котором нет контента, нам его сложно продвигать кроме вот разве что вот этих первых шагов где нужно зарегистрировать фирму там 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 на всех сервисах. Добавить ее там туда туда туда. А если же нужно заниматься продвижением, хорошим всего продвижением, нужно создавать контент. Какой контент легче всего продвигается? По статистике легче всего продвигается исследования. Исследования собирают огромное количество ссылок хоть они имеют мало трафика и фактически могут быть не иметь трафика вообще как таковые. Но ссылки они собирают очень сильно. За счет этого исследования могут быть вполне конкурентными в вашем бизнесе. Если вы займетесь продвижением исследований, это легче просто всего. Потому что возьмите вашу нишу, проведите какое-то исследование, его можно заказать, его можно провести своими силами и распишите результаты исследования на своей страничке. И на них собрать ссылки будет гораздо легче. Потому что на исследовании всегда готовы ссылаться. Второй тип ссылок, на которые я бы обратил внимание, это же, конечно же, статьи. Статьи написанные по тонкому контенту, обзорные статьи. Всегда статьи заходят хорошо. Они могут собрать трафик за счет того, что вы попали в нужную нишу и также могут привлекать ссылки. Чуть-чуть сложнее, чем исследования, но все же. Хорошие чек-листы, хорошие инструкции собирают ссылок чуть больше, чем статьи других типов. Чуть меньше собирают ссылки, обзоры. Хотя тут такое, если же про определенные виды товаров обзоров мало, на вас могут ссылаться. И ссылаться вполне хорошие годные здания. Например, есть известные блогеры, которые обозревают те же настольные игры. Это очень низко конкурентная тематика, по ней очень мало контента. Поэтому любой написанный обзор с легкостью попадает во все ресурсы, которые занимаются тем же самым. Это же может казаться определенных видов автомобилей, определенных автозапчастей, определенных видов банально там каких-то ингредиентов, которые продаются там для тех же косметологов. Если по ним мало снято материала, мало написано статей, ваша первая статья может прекрасно зайти в топ. Но при этом, если вы напишете очередной обзор айфона, который уже есть, очень маловероятно, что вы получите ссылки. Поэтому пишите обзоры только на тот контент, который практически еще никто не обозревал. В этом плане обзоры гораздо хуже, но если вы первый, то конечно же пишите. Если вы уже не первый, кто-то написал лучше, не пробуйте, сосредоточьтесь на первых двух. Ну и четвертый тип контента, который вы можете создавать, он еще меньше привлекательным для получения ссылок. Это ответы на вопросы. Да, казалось бы, вроде бы ты хочешь сослаться написать его, но есть такая маленькая ситуация, маленький нюанс. Эти ответы на вопросы, они могут быть расписаны везде. Некоторые написаны в больших обзорных статьях, в чек-листах. Если ваша статья всего лишь касается одного узкого вопроса, убедитесь, что вы единственный, кто написали это лучше всех в сети. И тогда вы можете с легкостью на нее делать ссылки. Если же статья написана средне или слабо, то на нее ссылки будет получить гораздо труднее. Ну и того, по всему списку, как бы я распределил, конечно же, исследования, большие чек-листы, большие инструкции, потом идут обзоры и потом ответы на вопросы. Это контент, который с легкостью можно продвигать разными методами. А какие методы продвижения существуют? Конечно же, это гостевой постинг. Можно искать площадки, которые принимают подобный контент, обозревают такой контент, писать им и рассказывать, что вы создали у себя на сайте хорошую статью и просите на нее сослаться. Здесь надо быть очень изобретательным для того, чтобы получить эту заветную ссылочку. Во-вторых, конечно же, вы можете пойти на биржу и просто найти тематические площадки, написать короткие эссе-обзоры и сослаться на свой ресурс. Таким образом, увеличить ссылки непосредственно с бирж. Качество этих ссылок будет гораздо ниже. На что бы я обратил внимание? Конечно же, на гостевой постинг, на прямое распределение, на прямое написание аутрич непосредственно владельцам крупных сайтов. И если у вас совсем ничего не получается, пробуйте Миролинкс. Других вариантов я бы пока не рассматривал для продвижения вашего контента. И на этом на сегодня все. Если же у вас возникли вопросы, если вы хотите заинтересоваться, что еще можно делать самостоятельно для сайта, задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь на них все ответить. Я, в принципе, на все отвечаю, так что это правда, я на все вопросы отвечу. Напишите, что бы вы хотели, чтобы я рассмотрел в следующем видео и обязательно подписывайтесь на наши подкасты, на наш YouTube канал, нажимайте на колокольчик и до новых встреч!